дорогие друзья здравствуйте меня зовут владимир гольштейн я нахожусь в студии за операторским пультом ну а на связи у нас игорь цесарский и в эфире программа радиоблог с игорем цесарским здравствуйте игорь добрый день добрый день уважаемые радиослушатели как всегда в начале программы напомню о том что тв-клуб континент действует мы записываем новые ролики частности появится буквально завтра очень интересная запись с профессором из киева эдуардом афонином очень рекомендую послушать вот ну тв-клуб на ютубе тв-клубом а сегодня радиоблог на народной волне и в гостях радиоблога сценарист продюсер блогер юрий дашевский город нью-йорк юра добрый день добрый день добрый день чикаго прохладную чикагскую волну жаркий день я но сегодня тепло как раз хотя лето надо сказать очень даже такое не отличается большой жарой хотя сильной жарой хотя в общем надо заметить что некоторые дни дают оси знать я слышал что и в нью-йорке также у нас сегодня ужасно жарко я вот сейчас немножко занимался вернувшись только что из чикаго пару дней назад на машине были причины по которой решил сделать такое автомобильное путешествие видишь у тебя ты такой блиц сделал что мы даже не сумели пересечься но я знаю но у меня были как это был серьезный такой вояж короткий промежуток времени я понял ну хорошо но раз ты был в чикаго то чикагцам наверное интересно мнение нью-йоркского гостя арию какую-нибудь ария в общем хвалебная в основном потому что в этот раз мне чикаго ужасно понравился я остановился в украинской деревне ukrainian village и доброжелательные люди молодые люди замечательные эти мелкие архитектурные жемчужины которые там являются следствием этого капиталистического випендрежа маленькие домики которые строят и в общем они и строили последние сто лет наверное они выглядят в общем гораздо лучше чем то что строят у нас бруклине к сожалению до бруклина конечно не для вас но смешные вещи я смеялся на этими самокатами которые люди бросают где попало берут где попало у нас тоже это все присутствует в некоторой степени хотя конечно не бруклине в манхэттене но в чикаго это более повсеместно и это конечно хулиганство потому что они должны где-то стоять эти самокаты и окончательная причина того что их поощряют таким образом мне неизвестно непонятно но еще мне понравилась идея с пакетами потому что вот пакеты продавать людям интересно сначала и когда ты едешь из чикаго у тебя много времени для того чтобы подумать о своем поведении поведение окружающих о том что кушал как спал вот я добрался до пакетов которые стоили 5 то ли 7 то ли 10 центов стоят причем первоначально у нас как в нью-йорке это все объясняет нас тоже это все грядет и они нам говорят что власти наши муниципальные мэр частности говорят что вот мусора пакеты некуда девать надо их перерабатывать это все загрязняет рыба задыхается черепахи задыхаются собаки из кошки задыхаются не знаем что делать будем брать деньги чтобы меньше пользовались пакетами пластиковыми а бумажные пакеты бумажные пакеты тоже надо платить с ними то какая проблема они горят они гниют они не вечные они распадаются возвращаются свое природное состояние их можно я не знаю все можно перерабатывать но единственное чего нельзя отказаться властям это от сбора денег ну конечно а цены на бензин тебе понравились цены на бензин это как бы грустная песня в которую как-то вот body guy blues club я попал гигантское наслаждение там получил и нью-йорке надо сказать подобные места это обдиралка для того чтобы из тебя содрать 20 долларов за стакан вина и 30 долларов за стакан за стакан макарон с сыром с томатом и сахаром а там очень гуманные цены я сел возле возле сцены прямо мы сели все дочь угощала билетами остальным мы занимались мы женой и это был такой замечательный вечер и они просто не останавливались body guy 83 года замечательный гитарист певец конечно его сценический облик это негодяй как у многих рок и блюзовых музыкантов но за этим всем стоит голос и в общем традиции и желание доставить удовольствие людям и димми джонсон был второй исполнитель которому 89 лет очень трудно было в это поверить он играет регулярно и он вообще светило чикагского блюза и я очень рекомендую всем кто там не был и кто его не слышал не слушал пойти туда еда нормальная музыка отличное положение центральное чисто безопасно красиво вот чикаго с моей точки зрения хорошо вот ты бы ты был в той точке которую можно назвать чистый красивый и безопасный ну чикаго чище чем нью-йорк хотя они все вот сейчас мы делаем такой переход гадской ситуации с демократом из из мэри лэнда который выливал помой выливал помой выливал помой на трампа и когда на него попало ему на кончик его носа или в середину его лыщиной попала капля лекарства которым он пытается кормить американский народ вот он елся тут вот здесь его проняло а ситуация это очень простая у него небольшая часть его действия после того как он был избран там 700 тысяч лет тому назад назначен демократическим своим этим кокосом и как там это все водится они произвели то что называется герри мандеринг то есть эта процедура когда перечерчивают перепланирует то избирательный округ для того чтобы ты навсегда остался таковым и наверное процентов не больше чем 20 округа и он таким образом оказался как территориально я не знаю с чем сравнить с каким материком или континентом но в общем там есть примерно 20 процентов его черного населения которые являются его плантацией которые никогда ни за кого другого кроме него голосовать не будут и есть часть белая все остальное они соединены тонким перешейком и у нас в нью-йорке бруклине это обычное дело здесь так прихотливо все это расчерчено что где-то и товарищ сталин с линейкой и отправкой узбеков и таджиков на службу в гдр и в общем совершенно прихотливо все это сделано так волонтаристки чтобы сохранить ему власть и товарищи значит возмутились все подряд в том числе подала голос пелоси как там мог сказать что у тебя есть крысы но трамп он как бы его английский язык он хороший мы знаем что он эффективный но сказать rats and rodents по-английски это примерно сказать как крысы и грызуны то есть он не имел ввиду горностаев там допустим или каких-то еще там выдр или внутри да он имел ввиду одно и то же крыса есть крыса крысы мыши да кто еще может опоссумы редкие долетают до середины был тимур но вот он вот он вот это вот и высказал ему и тут же почему-то была проведена параллель я я не сталкивался с этим за 20 с хвостиком жизни в америке чтобы какие-то животные вот типа крысы ассоциировались с афроамериканским населением то есть мы знаем да вот мультики с ней смотрим да и мы как бы был приучены к тому что животные они немножко люди а люди в общем немножко животные и для нас эта точка зрения не является странным ну да и расово там как-то вроде еще не не так это все да расчерчено и определено кто такое животное как бы был большой скандал когда гиены в мультфильме король кин и король лев да лайн кинг когда они говорили с предпредводительством вупи гобберна же прочим они говорили с ярко выраженным произношением эбоникс что является вот диалектом практически законным диалектом его учат в университетах африкан-американ граждан да но мы же не расисты мы знаем что крыса она и есть крыса она и в африке крыса как говорили правильно и в любой другой стране это просто показывает очередной раз и я об этом не устану говорить я надеюсь это показывает очередной раз как насколько нет вооружения амуниции нет у наших оппонентов они просто цепляются за какую-то ахинею сейчас они потребовали и мэйлы и тексты от джареда и кушнера и иванки трамп какое ваше крысиное дело вот любого гражданского человека это просто как у меня русского языка начинает не хватать то есть я как меня толкают в ту зону в которую я не хочу сейчас идти какое ваше дело как вы можете цепляться к президенту соединенных штатов у которого масса других дел как и у вас конгрессмены которые вообще про играли все свое уважение к ним со стороны половины населения а то и больше я надеюсь я не согласен как бы дел ты во множественном числе говоришь них по моему в конгрессе одно дело по крайней мере у тех демократов которые там присутствуют то есть кроме трампа у них нет никого и ничего они сейчас отправились в Венецию в Ганну через Италию хороший маршрут правда сначала так как бы под предводительством пелоси пелоси пела под мышку эльхана мар и решил ее получить красивой жизни показать что Италия это не обязательно вот американские мафия там а это еще и великая культура итальянская как же так как же бедная эльхан жаловалась что ей жалований не хватает а как жаловалась а но они все жаловались что им не хватает этих ста семидесяти девяти тысяч и ильхан хватает на такие же шиши она поехала на на а на твои деньги она поехала а я-то думал а я-то думал пелоси ей вместе с личным самолетом там и так далее я тебе открою секрет у них других денег быть не должно их все деньги берутся из налогов вся их зарплата берется из налогов какой-то личный бизнес они должны очень следить как они следят за дональдом трампом чтобы не было так называемого когда чтобы человек находящийся на посту используя свой пост для личного обогащения вот ты стал например твоя фамилия джонсон допустим привезло тебя в жизни ты джонсон и и ты стал президентом соединенных штатов и тебя зовут еще например хауард для примера хауард джонсон да вот есть сеть отелей хауард джонсон да не имеешь никакого отношения а тебе говорят что тебе хауард джонсон наверно платит деньги по столу и сделал тебя президентом и сделал тебя президентом понимаешь и вот тебе пожалуйста ты занят на следующие четыре года своего президентства поскольку все знают его профессию есть до сих пор продаются галстуки с водка пиджаки ну я как бы обращаю на это внимание и эти вещи люди замечают и они начинают говорить о том что это дополнительная рекламная поддержка всем как там трамп обогащается трамп вообще мы только кто-то за него ходит на все эти пять митингов в день собирает толпы настоящий трамп он такой маленький серенький и он сидит по бабке я считаю это настолько не в нашей линии хвалить власть мы же выросли на кухне с анекдотами с подворотни с друзьями там где-то рок-бэнды где-то театры попойки богем жизнь мы не любим власть но в принципе надо сказать что наступает такой момент когда ты понимаешь что кто-то должен делать ту работу которую ты делал не хочешь не хочешь и не хочешь сидеть в митингах целыми днями и встречаться с людьми которые хотят от тебя только денег дорог ты должен у кого-то взять только должен у кого-то взять и трамп работает эту работу и когда мы приезжает допустим не дай бог у кого-то там сосед дебошире приезжает полицейский извините пожалуйста меня это меня беспокоит и приезжает полицейский и он говорит да 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 и уезжает мы же не хотим чтобы он так относился к защите вот нас как граждан правда тем чтобы он за нас врубался чтобы он достал наган и побежал за этим преступником и отобрал у него наше радио он конечно не сможет уже разбитое стекло двери починить но радио по крайней мере нам вернется ли он преступника застрелит но будет наш интерес отстоит кто-то и делает это трамп он делает это на сто двадцать процентов какие бы ни к нему не были претензии по прическе там по костюмам по галстукам и относительно его твитов и так далее но самое интересное что возникла ситуация достаточно вот абсурдная когда кроме президента в общем то никто роль вот этого самого андерсонского мальчика не играет который просто показывает пальцем и говорит понимаешь за редким исключением может каких-то вот радиокомментаторов и так далее которые то подбирают слова а вот политики его собственный кабинет собственно говоря вот эти его секретари того и эти все секретари они должны же бросаться как собаки они достаточной степени берут пример всего джеффа сэшнса который был вообще отморозок и было не место в этой всей системе но это люди которые они вышли из этой вот трясины свамп я прошу прощения они вышли из этого всего и они просто не могут вот как мы не можем хвалить власть да я делаю над собой усилие как бы но потом мне становится легко и свободно на душе я говорю что мы имеем хорошего президента и мы должны быть хорошим настроение потому что он борется за нас и за наши права нас лично он не обижает он никакую русскую вот эту в кавычках ахинею не поддерживает мы плавно переходим к делу мюллера 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 мюллер написал бы симфонию я думаю чтобы отмешиваться слушай хоть мюллерман пускай нет мюллермана не троше да я так уже ну да ну привычным мюллером хорошо давай он нам легче его называть мюллер конечно но все называют что-то мало я не знаю он на вид он как бы не немецкого происхождения а может быть и немецкого во всяком случае он попал с одной стороны есть одна теория говорят что он попал как чеку которого безупречная репутация тех который был вождем и того и этого и директором биай при том президенте и при этом и при буше при обаме и в общем что-то он делал все время такое что он просто вот гений гений при власти то есть вот он чек которого можно всегда сказать смотрите зато у нас мюллер друг ну короче да супер бюстрат окей мюллер бы с нами не дружил и вот выясняется что вот этот марлер он же мюллер он же мюллер он же мюллер он просто берет выкопали его показания ему приходилось на этих высоких постах выступать перед когда я увидел его вот последний раз и он с открытым ртом и это был человек который ну и вот было в общем жалко при том что мы его кэш ненавидим и презираем и он наш классовый враг он просто как пожилой человек дезориентированный переспрашивающий постоянно почему переспрашиваю я тренировался неужели это не было ясно можно было можно было подумать что он просто вот от дурака включил так нет же так нет же он в зеленом возрасте переключение передач начинает хромать немножко ты уже не можешь ты или или и он был полным идиотом в этой всей истории это странно говорить про пожилого человека но его воспу его использовали такие люди как шиф такие люди как мэдлер они его использовали для того чтобы он стоял и у них был их момент вот как говорится в эфире они уже сказали ты ему сказали ну хорошо тебе все равно я могу себе представить разговор что тебе немного все равно осталось чё тебе стоят деньги тебе не нужны выйди ты начал он вообще я думаю что если бы он был в идеальном состоянии здоровья он бы он бы не очень более не более толково ответил если смотреть его предыдущие показания к чему я всех призываю на ютубе есть его десятилетний двадцатилетние давности какие-то близкие к этим срокам точно не могу сказать когда он все говорил но это то же самое он совершенно не владеет материалом главное сделать серьезную рожу создать себе репутацию вот и все а тут еще получилось какая вещь все вдруг обнаружили что он этот доклад в упор не знает и не читал который который не читал который не читал доклад маляра был маляр то есть два года получается за нас водили всю всю америку весь мир и три слава богу ну да это же какой-то кошмар и вы и что в итоге вот интересно если бы у кого-то вот кому-то бы пришло в голову вернуть вот вот те деньги опять же тех же налогоплательщиков потраченные на на всю эту порнографию да и скажем так это было бы справедливо наверно было бы но справедливо не ну конечно это как говорит что вот если они пытаются твоим возвращаясь к пакетам магазинах чикаго если они пытаются рублем корректировать твое поведение почему бы тебя не поощрить да принеси им эти пакеты пусть они тебе дадут по 10 центов за пакет да пусть они тебе это сделал пускай люди которые на улице вот у нас например это занятие я буду звучать как расчист но преимущество занимается китайцы брокхин этим делом и в нью-йорке они собирают гигантские мешки с бутылками и банками а банк да это все люди 24 часа в сутки это вообще пенсионеры и в общем как бы с точки зрения санитарии их их работы не видно но если видишь что человек идет и собирает все бутылки подряд халва ему и в общем и так далее да вот человек будет собирать пустые пакеты пустые бумажки давайте ему деньги за это если вас так беспокоит окружающая среда а не всем же понятно что беспокоит прежде всего пополнение бюджета которого явно всегда не хватает особенно если город объявляется еще чем кем или чем убежищем для нелегалов которых надо обязательно обеспечить всем необходимым в том числе медицинским обслуживанием а говоря о радостном я побывал замечательном месте планировал несколько лет слышал о нем много лет это кливлендский музей искусств я все время стараюсь как бы впрыснуть немножко культуры простой разговор сегодняшней непростой ситуации я как человек который бывает метрополитен ну допустим 13 раз в год я должен сказать что это совершенно сопоставимое явление и сам кливленд оказался совершенно очаровательным городом очень чистым он построен вокруг медицины которые там очень знаменитых кардиологическое но итальянский ресторан был я давно не ел такой хорошей крачи включая в италии я давно не ел такой много чего я бывал раньше часто там и там по части музеев не только этот названный тобой знаменитый рок-н-ролли ну то есть но рок-н-ролл это хотя я получил большое удовольствие в манхэттене там у них тоже рок-н-ролли они сделали выставку но но в общем вот это такая знаменитая из коллекции гульбин кяна в лиссабоне тоже знаменитый музей просто как бы там чувствуется это как будто выбирал один человек с гигантским вкусом понимаешь и это в общем замечательно но возвращаясь к нашим текущим делам я хочу сказать что демократы очень любит 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 учить трампа как ему вести дела и куда он должен девать деньги почему во всех городах которые самые грязные города в америке начиная с любимого нашего нью-йорк-сити ага по-моему второй хотя чикаго чище в донтауне конечно за пределами донтауна за пределами ты не был и слава богу ну не во всех районах естественно ну я не скажу что в украине велось например очень чисто но там все-таки это хипстерская среда там люди какие-то создают такие оазисы нет есть знаменитый соус сайт куда надо ехать или не надо но если ехать то на бронетранспортере желательно солидной охраны окей ну мы на культурной ноте все-таки давай закончим этот момент передачи уйдем на несколько минут на рекламную паузу послушаем важное объявление а потом вернемся ну если будут вопросы к нашему гостю или ко мне то мы готовы отвечать если будут вопросы ну мы расскажем еще что-нибудь если вопрос будет не много хорошо все окей до встречи до встречи дорогие друзья мы продолжаем программу радиоблог с Игорем Цесарским Игорь пожалуйста да добрый день еще раз напоминаю что сегодня в гостях Юрий Дашевский сценарист продюсер блогер мой давний хороший друг Юра ты здесь все ну хорошо мы закончили с Мюллером или нет или есть еще что о нем хорошего сказать что о нем хочется сказать много хорошего о многих людях но они к сожалению не позволяют нам это сделать я непонятна судьба дальнейшая всего этого доклада потому что а вот у меня есть конкретный вот вопрос тогда я ждал продолжения но продолжение совсем иного свойства мы знаем что расследование все-таки с новым генпрокурором как-то активировалось не в том направлении в каком хотели пустить по следу президента вот всю эту шайку спецпрокурора а вот в другом направлении вспомнить о незаконном прослушивании штаба Трампа и так далее вот что ты на этот счет скажешь вообще веришь ли ты в то что хоть одна мол ну сколь скажем так средней паршивости голова с плеч падет и кто-нибудь ну вот предположим ну хотя бы формата манафорта попадет туда же куда попал манафорт нет не думаю потому что манафорт это очень сложно как бы требовать крови в данной ситуации потому что есть критическая очень серьезная разница в мировоззрении демократском и республиканском это такая разница в которой у человека которые взрослые люди для себя решают каждую секунду существования что мне сделать сделать хорошо себе или плохо другому правильно же да да в общем есть система у нас наказание есть система штрафов в чем в чем разница штраф человек заплатил и он искупил как бы свою провинность требовать людей совокупно держащих карман держащих карманах 30 миллионов долларов входящих комиссию манера чтобы они срочно скинулись продали свою недвижимость я не 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 я не про них же я имею ввиду там совсем иных персонажей кто конкретно начали не только должностные какие-то инструкции но и закон но вот понимаешь нам повезло с гитлером если можно так сказать удалось его физически уничтожить повезло со сталином его тоже удалось физически там по разным поводам устранить по разным версиям да ну вряд ли он умер своей смертью зная вот ну да уже как для кощей бессмертного понятия своей жизни своей смерти не существовало уже ну да конечно все равно было бы возмездие в любом случае я думаю но и потом когда погибает тиран у него появляется реал мученичества до некоторой степени скажем все плохое что Николай второе когда-либо сделал кому-то все это забыто потому что семья стали мучениками я понимаю к чему ты ведешь как как человек гуманист это это практическая сторона республиканистка нет тут не вопрос возмездия скорее стоит а вопрос того чтобы соблюдались какие-то вещи важные учитывая что грядет двадцатый год и я предвижу что если все-таки по рукам кто-то не получит то эти шаловливые руки будут делать очень много чего во время наказанным со всей строгостью закона вот из всех участников этой истории кто ты считаешь был бы в чей адрес наказание бы было нет по хорошему по хорошему если брать то с Хиллари история не закрыта по крайней мере для меня с ее имейлами и прочими делами не закрыта строк и пейдж этот парочка сладкая там и так далее то есть много там очень много людей то есть я думаю что в общем наиболее эффективно будет наказать Барак Обаму как президента под началом которого начались все эти расследования ты же понимаешь есть untouchables то есть такое понятие то есть особенно с того как бы об этом мы отдельно много можем говорить есть те кто ровнее есть те кто не подсуден ни при каких поэтому я не называю его в силу понятных причин размечтались понимаешь ну а в остальном физически наказать допустим то есть не физически а исходя из опыта жизни ты вряд ли можешь рассчитывать что накажут как-то Хиллари Клинтон ну и да да то есть там проплопировано это все сверху донизу и вдоль и поперек и скажем если какие то она в стат Нью-Йорк сената штата Нью-Йорк она то есть их портреты висят до сих пор у людей в их кубиклс ага люди боготворят и Обаму и ее и это люди которые принимают решения маленькие или большие но они принимают эти решения скажем если вот как у нас южный округ Нью-Йорка выдвигает чтобы все документы там все налоги то есть обследовать весь бизнес Трампа Трамп как наш сенат штата Нью-Йорк State Assembly наш принимает закон о том чтобы только трамповские таксы можно было посмотреть что он там заплатил штату в определенный период времени и там как бы это все это все вязнет в судах это скорее всего никуда не идет все эти вещи но точно так же с прагматической точки зрения все это завязнет поэтому перед президентом ну как я понимаю у него нет задачи такой тем более мстить кому-либо или что он реалист но тем не менее это примерно будет как знаешь вот был такой Прокопиус по-моему который писал о том что якобы происходило на самом деле в Изотийской империи вот его труд он одной рукой был официальный историк который писал и словословил а другой рукой он писал то что ну в общем скорее всего там обман какой-то в описании не присутствует но это будет какая-то такая сноска в истории самое главное совершить законодательные необратимые вещи чтобы люди поняли что такое когда у власти находится человек который знает как управлять этим космическим кораблем гигантским который является которым является Америка это если люди это поймут и люди это увидят и в принципе вот скажем нынешней ситуации с Балтимором она направлена на то чтобы отделить черных людей которые не понимают что они на демократической плантации вкалывают от тех людей которые которые бы сказали wait a minute они бы сказали ничего себе мы получили работу к нам пришли клиенты раньше мы чинили там Вася который на пять долларов больше чем я получает он уже мне командовал как мне чинить ему там унитаз а сейчас я пойду чеку он мне даст пятьсот долларов одних типов потому что он заработал позавчера на новом законе там на бирже на новых контрактах и так далее он перенес производство в Вьетнам он получил налоговые льготы из Китая он мне дает пятьсот долларов типа да пошел этот Вася понимаешь и почему это надо связать с тем откуда это пришло откуда растут ноги это растет из экономических законов по которым живет Америка Америка же не должна жить по политическим законам мы живем в Америке какое-то время иногда начинают думать вот сильно про то что нас всех держит вместе в Америке в общем это разный уровень жадности разное понимание своих аппетитов но мы хотим хорошо жить мы не хотим чтобы нами командовали больше чем нами командовали но есть но есть персонажи в нынешнем конгрессе в том числе этого там твоя землячка условно говоря по городу Нью-Йорку которые весьма своеобразно представляют себе будущее этой страны и самое интересное у этих персонажей достаточно много да они из той серии о которой Ильф и Петров когда-то писали что выпускница хореографического училища который думает что творог добывается из вареников да по-моему такая была цитата вернее такой был текст но они в общем катастрофически безграмотные люди что можно сказать наверное о ну большой части людей сегодня живущих потому что жизнь очень комфортабельна и уровень то что называют в Америке чертой бедности это в общем близко к черте богатства в 90 процентах всего мира остального надо понимать потому что там телевизор плоский который у нас валяется ну на два раза в неделю на на обочине потому что люди выкинули старые поставили купили другой этот телевизор является мечтой поколений там а когда-то это был москвич а когда-то это был запорожец Нива там и всякое прочее сейчас выглядит абсолютно с американской точки зрения это выглядит жалко просто комок фольги я не знаю но мы просто вот в этом как бы дилемма вся потому что нет аппетита на то чтобы их наказывать и в общество ну потратим мы мы получим удовольствие маленькое общество получит действительно глубокое удовлетворение от того что их накажут маленькая часть большая часть вернется к своими милдеохристианским мировоззрением и скажет ну вот смотрите вот он как мюллера я сам говорил мне мюллеру стало жалко какого рожда мне должно быть его жалко просто ты не да ну вот Юра той стороне было бы не жалко они они готовы ради импичмента президента они жизни готовы положить собственно ну жизни они не готовы положить но Трамп их как бы он ими играет те кто это не видит они достойны сожаления потому что он с ними играет как с такой вот осторожно злая собака такое существо но он знает что этой собаке все-таки можно подсунуть какой-нибудь кусочек колбасы докторской и она побежит за этим кусочком потом он ей бросит красный фантик а потом он скажет белочка 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 и собака побежит за белочкой ага он понимает как у него опыта больше чем по-моему всего конгресса в плане манипуляции ну слушай он в такой сфере жил работал что живыми контракторами живыми заказчиками ну да а там большинство людей которые сидят это адвокаты которые в общем если они были какие-то corporate lawyers у них совершенно определенный жизненный опыт который совершенно не прораб точнее отсутствие такового скажем ну они знают про законы какие-то люди мне очень симпатичны как Джим Джордан например там или Лук Бомерт и отрываются понимаешь в определенный как бы отрезок своего уже конгрессного существования человек просто уже забывает что есть какая-то другая жизнь еще и так далее очень важно идя вперед вот пресекать такие вещи вовремя а не вспоминать то что было пять лет назад я all for it я только за то чтобы конечно согласен но ты прекрасно знаешь что люди теряли работу и буквально ползали на коленях когда вдруг обнаружилось что пятнадцать лет назад он сказал неподобающую какую-то фразу да сделал какой-то комментарий там и так далее маляр из-за которого люди по двадцать лет в тюрьме сидели без вины да да человека который пришли ему дело об антраксе что он отправлял тоже стоило по-моему пять миллионов компенсаций и тот же тот же его Вайсман который был ключевой фигурой в этом расследовании постарался в этом смысле совсем немало но наказать их ты понимаешь это что реалистически трудно я не вижу как бы движение у нас есть звонок наконец кто-то созрел да ну отключился отключился радиослушатель опять да так нерешительно как-то всем просто настолько интересна тема что даже нет желания звонить ну это опасно ничего себе просто люди заслушались заслушались люди заслушались окей ну хорошо ты главное чтобы не заслушивался смотрел внимательно что там происходит на пульте я весь внимание да весь внимание ловлю звонки хорошо замечательно так Юра значит все с наказанием ну будем считать твоя позиция мне ясна она отличается некоторым образом от моей ну я не потому что я кровожадин а потому что в какой-то степени хочется чтобы вот это равновесие сохранялось чтобы качелька когда вот знаешь в одну другую сторону но то есть вверх мы с тобой стоим как бы на одной стороне качели в этом вопросе это само самое мы сидим просто ты понимаешь это вопрос до некоторой степени экзистенциальный вопрос запад абсолютно ну я я знаю в Иране не дай господь или в Иране или в Афганистане они бы висели на кранах они бы висели на площади у нас есть звонок давайте примем да слушаем вас в эфире да здравствуйте ну конечно действительно очень интересная дискуссия поэтому и не звонили и я не звонил но все таки вопрос у меня есть вот в начале наша замечательная республиканская партия в принципе она все таки консервативная все таки она как бы партия отцов основателей потому что демократы это уже пропащая для меня например пропащая партия то есть это партия мерзавцев под лицов которые мне кажется точку возврата уже не возврата уже прошли так вот насчет этой республиканской партии в начале там было достаточно много антитрампистов на мой взгляд она стала как бы с течением времени все больше людей стали понимать что надо поддерживать трампа я не знаю что у них там в душе но все таки вот такая тенденция есть как вы думаете будет ли эта партия двигаться полностью будучи бэкап нашего президента или все таки можно ждать какие то фокусы от них потому что время от времени кто то вдруг начинает голосовать с демократами конечно это единицы но все таки и как и как вы думаете какова работа маккалова как его оценить спасибо большое спасибо спасибо юра пожалуйста а что я хочу сказать и у меня как бы вот это убежище такое в ответах и в диалоге с игорем в этом в этом в этой передаче было что это очень серьезный экзистциальный вопрос я стараюсь не злоупотреблять этой терминологии но вы понимаете в чем дело когда был избран трамп я ничего нового тут конечно не скажу но это сигнал коррупции и того что обе партии являются в общем несостоятельными на сегодняшний день безусловно есть люди достойные и в той и другой партии другое дело что идеология демократов она порочна и неверна и она воровская потому что вся их матчасть как говорится которую они учат неустанно она вся проистекает из того что кто-то другой должен за это заплатить тогда как республиканцы говорят вот за работы накопил купил да так чтобы не вдаваться в подробности и человек такой как трамп и всех его вот для нас всех таких вот умных и красивых которых не выбрали президентами тем не менее а его выбрали его вся история в том что он показал эту несостоятельность обеих партии а также всех остальных и зеленых и черных и красных и белых какие только партии в Америке не есть он пошел под флагом республиканизма но на самом деле он во многих вопросах не республиканец во многих вопросах он не консерватор он просто человек который умеет водить самолет в тот момент когда вы сидите там в сидении и летите над океаном вот он этот человек вот тут в вопросе звучало как раз я хотел бы от тебя именно услышать еще как все-таки ты предвидишь будет у него реальная поддержка именно той партии от которой его выбрали если люди те кто изменил свою точку зрения проголосуют за республиканцев это тоже будет для него большой поддержкой ему собственно не нужна большая поддержка партии его поддерживают те кто следит за и вот поддерживают те кто ненавидит лживые масс-медиа к сожалению лживые американской масс-медиа я сомневаюсь была ли она когда-либо другой ну когда-то наверное была она другой ну не такой ну во времена Уолтера Деранти который писал под дудку Сталина в 30-е годы в Нью-Йорк Таймс и люди которые номинировали Гитлера как в Тайм Магазин вот как бы они приходят на ум но в общем я склонен был бы думать что самым здоровым была бы какая-то третья партия да это многие говорят причем именно консервативного толка по-настоящему консервативного без дураков которые дураков со счетами в руках могла объяснить ситуацию то же самое демократам наверное уже стоит переименоваться как-то в социал-демократов я не знаю большой частью политического механизма в общей жизни в Америке является момент то что называют copycat и имеют плохие стороны если кто-то сделал там массовое убийство там колумбайн не дай бог и люди тут же идут кто-то и пытается так же попасть в новости как они попали но с другой стороны кто-то придумывает сотовые телефоны тут же начинается конкуренция то есть это основа капитализма весь то исходя из этого надо думать что если трамп будет силен также силен не слабее чем сейчас а сейчас он в общем в хорошей форме единственный президент который не поставил в офисе кстати если кто не заметил выглядит все лучше и лучше с каждым днем завидно тем кто у кого это не получается но у него это получается и он выглядит лучше и исходя из этого постулата мусликанцы также начнут тянуться к нему потому что если он приходит в свой округ и ему там говорят а что ты вот трампа не поддержал кто я не поддержал да о сейчас подержу все пошел он внутри его не любит но из чувства самосохранения тем более видя как как его встречают то есть я давно такого не наблюдал чтобы люди с ночи занимали там места на нью-йорке в apple store раньше выстраивались за новым айфоном очереди были там у нас еще звоночки есть может быть примем господа слушаем вас слушаем здравствуйте 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 алло мы вас слушаем здесь говорите вопрос ваш пожалуйста ваша сегодняшняя юромистическая передача прекрасная я просто получил удовольствие но будьте любезны скажите пожалуйста вот эта трагедия комедия в нашей стране чем она мучиться закончится и чем извините я очень старый человек не 95 и что можно ожидать в дальнейшем для наших детей я вас слушаю по радио спасибо поэтому мы здесь уважаемые поэтому мы здесь мы желаем вам долгих здоровых лет жизни с вами вашими детьми я думаю внуками правнуками а мы здесь стараемся понять вместе с вами чем это может продолжиться у меня ощущение что у меня ощущение что здравый смысл преобладает и на ближайшие сто лет мы как бы обеспечены благосостоянием но каждый день мы закладываем основы этого будущего каждый день мы должны хотя бы с одним человеком поговорить с кем мы не согласны и этого человека постараться ему предоставить какие-то моменты для того чтобы он поразмыслил мы же в общем добрые пушистые внутри и мы хотим добра для всех и не в последнюю очередь для себя поэтому я не ожидаю что если Америку не сгубил Обама если все эти люди вот как бы я вынужден процитировать Мартин Лютера Кинга который сказал что кривая добра во вселенной то есть кривая морали во вселенной склоняется в сторону добра то есть если мы вспомним что Гитлер не победил мы вспоминаем Гитлера много сегодня и не победил в общем Сталин в каком-то аспекте конечно он да победил таки но он в общем не в конце концов кончилось его время то есть все плохое его время кончилось к сожалению время его идеи еще не кончилось но оно никогда не кончится это идея тирании это идея унижения людей уничтожения людей во имя просто своего характера да гадкого Юра нас осталось 20 секунд буквально поэтому поэтому мы должны сделать и мы рады что нас слышали да надеемся что нас слушали или наоборот мы рады что нас слушали надеемся что нас слышали спасибо до новых твоих приездов более надеюсь таких длительных по времени да я Чикаго и мы будем рады слышать что тебе все понравилось кроме цены бензина ну ну я в общем да иди пожалуйста вы что-то делаете с бензином потому что хорошо я так не смогу постараюсь наливаю в индиане тоже ненамного я проезжаю в Нью-Йорк это позор но у нас дешевле бензин чем и вас все все спасибо мы уже спасибо господа до новых встреч всем привет будьте здоровы